Казахстан Как и другие все страны, Казахстан в то время стал надежным тылом для наших вооруженных сил, и эта победа знаменательна для всех, и для ветеранов, и для воспитания молодожи в будущем, как надо защищать Родину. К сожалению, в последнее время мы наблюдаем попытки отдельных политиков и государств провести ревизию итогов Великой Отечественной войны. Идет искажение, откровенная подтасовка исторических фактов. Для нас всех, я думаю, такой подход неприемлем и должны совместно сохранять истину о нашей победе, передать память о ней последующим поколениям, чтобы не допустить подобной катастрофы в будущем. Сегодня мы видим, что не все извлекли уроки, повторяются ошибки прошлого, мы переживаем сложный период, разрастаются зоны очагов нестабильности, появляются новые конфликты, акцент делается на силовом, а не мирном дипломатическом решении проблемы, что чревато большими опасностями. Серьезным вызовом современности стал международный терроризм, форму и масштабы которого приобрели глобальный характер. Под угрозой находится внутрополитическая стабильность и мирное развитие всех государств. Противостоять этому злу можно только нашими совместными усилиями. В настоящее время в рамках СНГ создана комплексная правовая организационная система противодействия терроризму. В этой связи возникает необходимость повышения эффективности созданных нами инструментов содружества. Полагаю, что эти вопросы мы могли бы обсудить на следующем заседании Совета глав государств СНГ. Казахстан, как председательствующий со своей стороны, активно приступил к этой функции, будучи председателем Содружества. Уважаемые коллеги, в заключение хотел бы поздравить всех наступающим праздником Днем Победы еще раз. Для меня, как и всех казахстанцев, победа в Великой Отечественной войне остается символом мужества единения наших народов. Героизм и отвага, самопожертвование и любовь к Родине, проявленные в те годы, являются фундаментальными основами военно-патриотического воспитания.